Украина не устала выбирать и избираться Украина не устала выбирать и избираться Сторонники и противники Владимира Зеленского вступили в битву за парламент 9. Газета «Коммерсант» номер 89 от 27 мая 2019 года, СТР 5. Центризбирком Украины утвердил календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов Тем самым сделав решающий шаг к реализации первого указа президента Владимира Зеленского Хотя теперь ничто не может помешать запланированному на 21 июля голосованию Противники президента все равно намерены добиваться признания его указа неконституционным Пытаясь подорвать позиции главы государства и его партии «Слуга народа» Главной силой, противостоящей «Слуги народа» станет партией Петра Порошенко, которая будет называться «Европейская солидарность» Свою предвыборную стратегию она выработает на съезде 31 мая О старте новой избирательной кампании, которая должна завершить сезон больших выборов 2019 года на Украине Сообщила в конце прошлой недели глава ЦИКа Татьяна Слепачук «Мы обеспечим прозрачные и легитимные парламентские выборы», заявила она, отметив «В соответствии с действующим законодательством нет никаких оснований остановить подготовку к проведению выборов Избирательный процесс необратим» Точка невозврата была пройдена 23 мая, когда официальная газета Кабинета министров Украины Правительственный курьер опубликовала указ президента о распуске парламента и назначении досрочных выборов на 21 июля Этим указом Владимир Зеленский покончил со всеми домыслами относительно судьбы нынешнего состава Рады Она будет распущена При этом президент так и не смог реализовать свою программу Максимум убедить депутатов отменить нынешнюю мажоритарную систему Создающую, по мнению главы государства и его сторонников, почву для коррупции Нереализованной осталась идея снизить проходной барьер для партий с 5% до 3% Как Верховная Рада помешала планам Владимира Зеленского получить подконтрольный парламент В свою очередь, депутаты обвиняют главу государства в злоупотреблении властью и нарушении основного закона страны Глубоко убежден, что указ президента это не только пренебрежение Конституцией, но и путь Украины к конституционному кризису Как председатель Рады я должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону И перед народом Украины, предупредил ранее спикер парламента Андрей Порубей Глава радикальной партии Олег Ляшко пошел еще дальше и объявил о начале сбора подписей за отмену президентского указа Роспуск парламента и назначение досрочных выборов, на которых, согласно опросам, большинство голосов получит пропрезидентская партия слуга народа Господин Ляшко назвал попыткой рейдерского захвата Рады Правоохранительные органы страны он уличил в невыполнении своих конституционных обязанностей, так как они не противодействуют узурпатору Президентский указ может быть обжалован в суде, но в нынешних условиях это скорее формальность Так, Верховный суд обязан рассмотреть иск в течение 60 дней Столько же отводится Большой палате Верховного суда на рассмотрение апелляции, в случае если какую-то из сторон не устроит решение первой инстанции То есть вся история с рассмотрением и оспариванием иска законности Роспуска парламента может занять около 4 месяцев Тогда как новый состав парламента в стране будет уже через 2 В условиях неприятия его инициатив со стороны народных избранников, рискующих расстаться со своими мандатами в июле Владимиру Зеленскому остается рассчитывать лишь на максимально успешное выступление своей партии «Слуга народа» При этом, как сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук Владимир Зеленский не будет подавать в парламент нынешнего созыва подготовленные им законопроекты об ответственности за незаконное обогащение О снятии июнитетов с народных депутатов, а также о процедуре импичмента Он рассчитывает на их принятие после выборов Сможет ли президент Владимир Зеленский выстроить личную вертикаль? Имеющая рейтинг 33,3% благодаря личной популярности Владимира Зеленского партия «Слуга народа» при этом пока даже не имеет формального лидера Впрочем, ситуация скоро изменится Как заявил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапко, партию «Слуга народа» должен возглавить советник и бывший спикер предвыборного штаба господина Зеленского Дмитрий Разумков В свою очередь, главный оппонент Владимира Зеленского, проигравший ему президентские выборы, Петр Порошенко заявил о готовности принять участие в выборах одним из первых Несмотря на распуск Верховной Рады новым президентом и нарушение положений Конституции, моя команда примет участие в выборах в парламент и победит, пообещал господин Порошенко Партия экс-президента уже включилась в избирательную кампанию, начав с собственного переименования Сшедшая на выборы 2014 года под именем Блок Петра Порошенко «Солидарность», теперь она официально называется «Европейская солидарность» 31 мая должен пройти съезд обновленной партии, на котором планируется согласовать стратегию и утвердить порядок в промере с отбора наиболее достойных для включения в избирательный список людей Впрочем, украинский политолог Николай Мильник считает, что ребрендинг это совсем не то, что требуется партии Петра Порошенко, если она претендует на высокий результат По его мнению, бывшего главу государства дискредитирует его скандальное окружение и неготовность с этим окружением расстаться Назови «Солидарность» хоть европейской, хоть азиатской украинцы ее не станут воспринимать и иначе как политический проект экс-президента Порошенко, за которым тянутся длинные коррупционные скандалы Даже анонс про Эмирис не сможет привлечь в партию свежую кровь, прокомментировал Николай Мильник переименование партии в Telegram Тем не менее, согласно данным опроса социологической группы рейтинг, за партию Петра Порошенко готовы отдать голоса 6,4% избирателей С одной стороны, это в разы меньше показателя партии «Слуга народа», но с другой значительно больше, чем у отколовшихся от солидарности после поражения Петра Порошенко на президентских выборах групп Виталия Кличка и Владимира Гройсмана Как Владимир Зеленский налаживает связь с народом У киевского мэра Виталия Кличко своя партия есть с 2011 года Она называется Украинский демократический альянс за реформы «Удар» На выборах в Верховную Раду в 2012 году она заняла третье место, получив почти 14% голосов На следующих досрочных выборах в 2014 году «Удар» шел в блоки с солидарностью Этот блок получил около 21% А сейчас, как заявил Виталий Кличко, партия вновь уходит в самостоятельное плавание Оно обещает быть нелегким, согласно результатам опроса рейтинга «Удар» поддерживают всего 0,3% украинцев Партия уходящего с поста премьер-министра Владимира Гройсмана тоже пока еще политический карлик За эту партию, которую решено было назвать «Украинская стратегия», готовы проголосовать лишь 0,8% избирателей Господину Гройсману пока не удалось конвертировать миллионы гривен, потраченных на собственную раскрутку, в электоральную популярность Согласно исследованию общественного движения «Честно», из госбюджета в этом году было выделено почти 36 миллионов гривен Более 85 миллионов рублей, на проведение рекламной кампании правительства Владимира Гройсмана Эти деньги пошли на размещение в украинских городах билбордов с лозунгом «Украина не просто место на карте и подписью правительства Гройсмана», а также на печати распространения спецвыпусков правительственных газет, посвященных успехам Кабинета министров «Честно» отмечают, что многомиллионные траты денег налогоплательщиков на продвижение госчиновника – это яркий пример использования административного ресурса Матвей Шиманов, Киев, Сергей Стракань Из актеров в президенты В 1928 году американец Уилл Роджерс, звезда вестернов и комедии 1920-1930-х, ввел шуточную президентскую кампанию, публикуя тезисы своей предвыборной программы в журнале «Лайф» Одним из ключевых пунктов было обещание уйти в отставку сразу после избрания Однако до непосредственного участия в выборах дела не дошло фото Американский комедийный актер Пэт Полсин выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах пять раз – 1968, 1972, 1980, 1988 и 1996 Но каждый раз проигрывал праймерис другим кандидатом Известен ролями в сериалах «Напряги и звелины», как в кино «Дикий», «Дикий запад» Фото Марти Ледехандлер, AP Французский комик Мишель Калючи, более известный как Калюш, баллотировался в президенты Франции на выборах 1981 года За четыре месяца до голосования имел рейтинг 11-16%, однако прекратил кампанию после анонимных угроз и убийства его менеджера В 1984 году выиграл премию Сезар за лучшую мужскую роль за фильм «Чао», паяц фото Францис Эйпстегай, Гетти имиджез Рональд Риган президент США в 1981-1989 годы Ранее в 1967-1975 годы он был губернатором Калифорнии Баллотировался на президентских выборах в 1976 году, но проиграл республиканский праймерис действующему президенту Джеральду Форду Риган снимался в кино с середины 1930-х, с 1940-х годов параллельно занимался профсоюзной деятельностью Был президентом гильдии киноактеров США На его счету более 70 фильмов, включая номинированный на Оскар «Победить темноту» 1939 Завершил кинокарьеру в середине 1960-х Фото Том Лоффлин, известный по серии фильмов «Билли Джек», выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в США в 1992-х, 2004-х и 2008-м годах, но каждый раз выбывал из гонки на стадии праймерис Фото Warner Brothers Pictures Рубен Блитц на выборах президента Панамы 1994-го года занял третье место, получив 17,1% голосов Известен прежде всего как музыкант в стиле сальса Снимался также в сериалах «Секретные материалы», «Бойте из ходячих мертвецов», фильмах «Однажды в Мексике», «Отчаянный 2», «Хищник 2» и других фото Valentin Florod Reuters Джозеф Эстрада являлся президентом Филиппин с 1998 по 2001 годы Был лишен должности по решению Верховного суда страны Занимался политикой с конца 1960-х, был мэром Сан-Хуана, сенатором, вице-президентом За свою кинокарьеру в 1950-х-1980-х годах снялся в более чем 100 филиппинских фильмах В основном играл представителей бедных слоев населения В 2007 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, но вскоре помилован С 2013 года мэр Манилы Фото Эрин Фавлер, AP Станислав Говорухин баллотировался на выборах президента России в 2000 году, набрал 0,44% голосов Был депутатом Госдумы в 1994-2003 годах, а также в 2005-2018 годах Известен как режиссер, а также ролями в фильмах «Маршал революции» 1978, Аза, 1987, Сукины дети, 1990, Анкор, еще Анкор, 1992, Орел и решка, 1995, и других Фото, коммерсант, Дмитрий Азаров Музыкант, основатель группы Джилла Биафра решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2000 году от партии «Зеленых», но выбыл из гонки на стадии «Праймерис» В качестве актера дебютировал в фильме 1986 года «Лавидолс» «Суперстар», где сыграл президент США, после чего играл в ряде других малобюджетных фильмов «Фото» Эрин Лубин, AP Актер Евгений Крыжановский решил выдвигаться в президенту Белоруссии в 2001 году и собрал 30 тысяч подписей Однако снялся, когда стало известно, что он родился не в Белоруссии, а на Украине Известен ролями в пьесах белорусских театров, а также в фильмах «Иди и смотри», «1985», «Вы чье», «Старичи», «1988» и других С начала 2000-х снимается в основном в сериалах «Фото», «Виктор Толочко», «ТАСС» Лех Кочинский, на фото слева, был президентом Польши с 2005 года, погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году Занимался политикой с 1970-х годов, был мэром Варшавы, министром юстиции Польши, главой Бюро национальной безопасности В 2001 году вместе с братом Ярославом основал консервативную партию «Право и справедливость» Ярослав баллотировался на президентских выборах в 2010 году, но проиграл во втором туре Брониславу Каморовскому В начале 1960-х братья сыграли главные роли в популярном в Польше детском фильме сказке о тех, кто украл Луну После этого актерская карьера братьев закончилась, но фильм пользуется популярностью в Польше и сейчас фото Фред Далтон Томпсон объявил о своем выдвижении в президенты США в 2008 году от республиканской партии Выбыл из гонки на стадии праймериз С 1994 по 2003 годы был сенатором от штата Тенниси На счету Томпсона роли более чем в 40 фильмах, среди которых «Кудряшка Сью» 1991, «Громовое сердце» 1992, «Крепкий орешек 2» 1990, фото Американский комик, телеведущий и актер Стивен Кольбер, на фото в центре, также намеревался баллотироваться на выборах 2008 года По данным опросов, имел рейтинг более 2%, но демократическая партия отказалась выдвигать его кандидатуру на праймериз Вел программы отчет Кольбера и поздний шоу со Стивеном Кольбером, озвучивал президента в анимационном фильме «Монстры против пришельцев» Сыграл эпизодические роли в сериалах «Офис», «Карточный домик» и некоторых других Фото Марио Анзони, Ройтез Розан Набар участвовала в выборах президента США в 2012 году от партии «Мира и Свободы», заняла шестое место с результатом в 0,05% голосов Как актриса наиболее известна ролью в ситкоме Розанна, за которую она получила несколько премиями и золотой глобус фото Крис Пиелло, Ройтез Милан Княжка занял четвертое место на выборах президента Словакии в 2014 году, набрав 12,9% голосов До этого занимался политикой с конца 1980-х, был министром иностранных дел страны, а позже министром культуры В Словакии известен также как актер театра и кино, участвовал в постановках местных театров «Новая сцена» и «Словацкий национальный театр», на его счету также около 50 фильмов, снимался в середине 60-х по настоящее время Фото Джимми Моралес президент Гватималы с января 2016 года Начал заниматься политикой в 2011 году, не смог выиграть муниципальные выборы До того, как стать политиком, снимался в популярных местных комедиях, включая сериал «Нравы фото» Актер и комик Рон Уайт баллотировался в президенты США в 2016 году в качестве независимого кандидата, однако снялся впоследствии с выборов по необъявленным причинам Известен по ролям в фильмах «Несносные боссы», «Секс в большом городе 2», сериалам «Рина-911», «Гастролеры» и другим Фото Дон Джонс, InVision, AP На выборах президента Словении в 2017 году актер и журналист Марьян Шарец уступил во втором туре действующему президенту страны Баруту Пахору До этого с 2010 года был мэром города Камник С сентября 2018 года премьер-министр Словении Один из самых известных образов актера деревенский житель Иван Серпентиншек Также пародировал известных людей и выступал в местном телешоу Хрибар Фото Парат Зивиловик, Ройтез Ксения Собчак на выборах президента России в 2018 году заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов Среди прочего, на ее счету около 20 ролей в фильмах и сериалах В том числе краткий курс семейной жизни, роман с кокаином, Гитлер Капут, Энтропия и других Фото Коммерсант Дмитрий Каратаев Владимир Зеленский Претендующий на пост президента Украины Как актер известен по сериалу «Слуга народа» Играл президента Шоу «Вечерний квартал», а также по фильмам «Восемь первых свиданий» 2012 Любовь в большом городе 2009 Я, ты, он, она 2018 Фото Ройтез, Валентин Оганко Валентин Оганко В 1928 году американец Уилл Роджерс, звезда вестернов и комедии 1920-1930-х, ввел шуточную президентскую кампанию, публикуя тезисы своей предвыборной программы в журнале Life. Одним из ключевых пунктов было обещание уйти в отставку сразу после избрания, однако до непосредственного участия в выборах дела не дошло фото, А.П. Американский комедийный актер Пэт Полсин выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах пять раз, 1968, 1972, 1980, 1988 и 1996, но каждый раз проигрывал праймери с другим кандидатом. Известен ролями в сериалах «Напряги и звелины», как в кино «Дикий, Дикий Запад». Фото Марти Ледехендлер, А.П. Французский комик Мишель Калючи, более известный как Калюш, баллотировался в президенты Франции на выборах 1981 года. За четыре месяца до голосования имел рейтинг 11-16%, однако прекратил кампанию после анонимных угроз и убийства его менеджера. В 1984 году выиграл премию Сезар за лучшую мужскую роль за фильм «Чао», паяц фото. Францис Эйпстегай, Гетти Имиджез. Рональд Риган – президент США в 1981-1989 годы. Ранее в 1967-1975 годы он был губернатором Калифорнии, баллотировался на президентских выборах в 1976 году, но проиграл республиканские праймери с действующему президенту Джеральду Форту. Риган снимался в кино с середины 1930-х, с 1940-х годов параллельно занимался профсоюзной деятельностью, был президентом гильдии киноактеров США. На его счету более 70 фильмов, включая номинированный на Оскар «Победить темноту» 1939. Завершил кинокарьеру в середине 1960-х. Фото Гарри Хершион, Ройтез, Том Лофлин, известный по серии фильмов «Билли Джек», выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в США в 1992, 2004 и 2008 годах, но каждый раз выбывал из гонки на стадии праймериз. Фото Рубен Блитц на выборах президента Панамы 1994 года занял третье место, получив 17,1% голосов. Известен прежде всего как музыкант в стиле сальса. Снимался также в сериалах «Секретные материалы», «Бойте из ходячих мертвецов», фильмах «Однажды в Мексике», «Отчаянный 2», «Хищник 2» и других фото. Валентин Флорорд, Ройтез, Джозеф Эстрада являлся президентом Филиппин с 1998 по 2001 годы. Был лишен должности по решению Верховного суда страны. Занимался политикой с конца 1960-х. Был мэром Сан-Хуана, сенатором, вице-президентом. За свою кинокарьеру в 1950-1980-х годах снялся в более чем 100 филиппинских фильмах. В основном играл представителей бедных слоев населения. В 2007 году был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в коррупции, но вскоре помилован. С 2013 года мэр Манилы. Фото. Станислав Говорухин баллотировался на выборах президента России в 2000 году, набрал 0,44% голосов. Был депутатом Госдумы в 1994-2003 годах, а также в 2005-2018 годах. Известен как режиссер, а также ролями в фильмах Маршал Революции, 1978, Аза, 1987, Сукины дети, 1990, Анкор, еще Анкор, 1992, Орел и Решка, 1995, и других. Фото. Коммерсант. Музыкант. Основатель группы. Dead Canadi's. Джилл Абеафра решил выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2000 году от партии «Зеленых», но выбыл из гонки на стадии «Праймерис». В качестве актера дебютировал в фильме 1986 года «Лавидолс», где сыграл президент США, после чего играл в ряде других малобюджетных фильмов «Фото». Эрин Лубин, AP. Актер Евгений Крыжановский решил выдвигаться в президенту Белоруссии в 2001 году и собрал 30 тысяч подписей. Однако снялся, когда стало известно, что он родился не в Белоруссии, а на Украине. Известен ролями в пьесах белорусских театров, а также в фильмах «Иди и смотри», «1985», «Вы чье», «Старичи», «1988» и других. С начала 2000-х снимается в основном в сериалах «Фото», «Виктор Толочко», «Таслих Кочинский». На фото слева был президентом Польши с 2005 года, погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Занимался политикой с 1970-х годов, был мэром Варшавы, министром юстиции Польши, главой Бюро национальной безопасности. В 2001 году вместе с братом Ярославом основал консервативную партию «Право и справедливость». Ярослав баллотировался на президентских выборах в 2010 году, но проиграл во втором туре Брониславу Каморовскому. В начале 1960-х братья сыграли главные роли в популярном в Польше детском фильме «Сказки о тех, кто украл Луну». После этого актерская карьера братьев закончилась, но фильм пользуется популярностью в Польше и сейчас фото. Алек Кеплэдж, AP. Фред Далтон Томпсон объявил о своем выдвижении в президенты США в 2008 году от республиканской партии. Выбыл из гонки на стадии праймериз. С 1994 по 2003 годы был сенатором от штата Тенниси. На счету Томпсона роли более чем в 40 фильмах, среди которых «Кудряшка Сью» – 1991, «Громовое сердце» – 1992, «Крепкий орешек 2» – 1990. Фото. Джонатан Эрнст, Ройтез. Американский комик, телеведущий и актер Стивен Кольбер, на фото в центре, также намеревался баллотироваться на выборах 2008 года. По данным опросов, имел рейтинг более 2%, но демократическая партия отказалась выдвигать его кандидатуру на праймериз. Вел программы отчет Кольбера и поздний шоу со Стивеном Кольбером, озвучивал президента в анимационном фильме «Монстры против пришельцев», сыграл эпизодические роли в сериалах «Офис», «Карточный домик» и некоторых других. Фото. Марио Анзони, Ройтез. Розанна Барр участвовала в выборах президента США в 2012 году от партии «Мира и Свободы», заняла шестое место с результатом в 0,05% голосов. Как актриса наиболее известна ролью в сеткоме Розанна, за которую она получила несколько премий «Ми» и «Золотой глобус фото». Милан Княжко занял четвертое место на выборах президента Словакии в 2014 году, набрав 12,9% голосов. До этого занимался политикой с конца 1980-х, был министром иностранных дел страны, а позже министром культуры. В Словакии известен также как актер театра и кино, участвовал в постановках местных театров «Новая сцена» и «Словацкий национальный театр», на его счету также около 50 фильмов. Снимался в середине 60-х по настоящее время. Фото. Радовен Стоклассер, Ройтез. Джимми Моралес, президент Гватималы с января 2016 года. Начал заниматься политикой в 2011 году, не смог выиграть муниципальные выборы. До того, как стать политиком, снимался в популярных местных комедиях, включая сериал «Нравы». Фото. Мойзис Кастилло, AP. Актер и комик Рон Уайт баллотировался в президенты США в 2016 году в качестве независимого кандидата, однако снялся впоследствии с выборов по необъявленным причинам. Известен по ролям в фильмах «Несносные боссы», «Секс в большом городе-2», сериалам «Рина-911», «Гастролеры» и другим. Фото. Дон Джонс, Envision, AP. На выборах президента Словении в 2017 году актер и журналист Марьян Шарец уступил во втором туре действующему президенту страны Баруту Пахору. До этого с 2010 года был мэром города Камник. С сентября 2018 года премьер-министр Словении. Один из самых известных образов актера – деревенский житель Иван Серпентиншек. Также пародировал известных людей и выступал в местном телешоу «Хребар». Фото. Бород Зивиловик, Мройтез. Ксения Собчак на выборах президента России в 2018 году заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов. Среди прочего, на ее счету около 20 ролей в фильмах и сериалах, в том числе краткий курс семейной жизни, роман с кокаином, Гитлер-Капут, Энтропия и других. Фото. Коммерсант. Владимир Зеленский, претендующий на пост президента Украины, как актер известен по сериалу «Слуга народа», играл президента, шоу «Вечерний квартал», а также по фильмам «Восемь первых свиданий». 2012, любовь в большом городе, 2009, я, ты, он, она, 2018. Фото. Мройтез. Смотреть минус. Мройтез. Смотреть минус. Фото.